Здравствуйте, друзья! У нас в студии сегодня иммиграционный адвокат американский из Сан-Франциско, Светлана Кафф. И сколько лет вы уже практикуете? 13 лет. Ну хорошо, значит мы на самом деле по совершенно таким обстоятельствам не связанным с нашими видео столкнулись, но я как бы пользуюсь случаем, и я попросил Светлану дать нам такое интервью, ответы на вопросы, которые вы зададите в комментариях к этому видео. А мы дальше там через недельку встретимся, там уже через две посмотрим, и уже подробно ответим. Я только один вопрос задам от себя, потому что он меня интересует, я не то чтобы никто мне не мог ответить, я просто не спрашивал никого. Мне всегда как бы считалось, в голове моей, что адвокатская лицензия она как-то в штате существует, правильно? Вот вы калифорнийский бар сдавали. Калифорнийский. Теперь, если живет там, не знаю, Вася Иванов, приехал в Чикаго, в Нью-Йорк, я не знаю куда, за пределы Калифорнии, он должен на месте искать адвоката или он может обратиться к кому-то, кого порекомендовали в Нью-Йорке, я не знаю, там в Сан-Франциско? Сейчас объясню. Я работаю с клиентами, которые находятся в других штатах, несмотря на то, что лицензия у меня получена в Калифорнии и я могу практиковать практически любое право, иммиграционное право, федеральное право, поэтому адвокат, имеющий лицензию в любом из 50 штатов, может представлять клиентов по иммиграционным вопросам во всех 50 штатах. Поэтому я это имею право делать, практически это работает таким образом. Клиенты, которые находятся не в Сан-Франциско, где у меня офис, и не в Калифорнии, обычно обращаются ко мне, мы с ними работаем, если они не приезжают в Калифорнию, мы с ними работаем по скайпу, по телефону, по электронной почте, я их готовлю по скайпу к их собеседованиям, к их слушаниям, и приезжаю только на собеседование или на слушание в суде, где положено мое присутствие, потому что есть такие слушания, где разрешаются даже по телефону адвоката присутствие. Но обычно, например, со статусом беженства, то, что связано, там адвокат положен явиться на собеседование, адвокату положено явиться на собеседование, и вот в тот момент я приезжаю и нахожусь вместе с клиентами на собеседовании, а вся работа подготовительная проводится не приезжая в эти штаты. Но по деньгам все-таки получается клиенту так дороже, то есть он должен как бы вам оплатить проезд, или как это происходит? Я сейчас объясню. Смотрите, работа обычно фиксированная стоимость не по часам, и цена одинаковая, что человек находится на месте, где мой офис, или он находится в другом штате. Дополнительный расход, естественно, одноразовый на обычно один приезд, если только одно собеседование, то есть перелет, и может быть одна ночь в гостинице. То есть, естественно, есть дополнительный расход, но эти люди знают об этом заранее. Естественно, у них есть выбор адвокатов, и есть люди, которые предпочитают найти местного адвоката, потому что им хочется прийти лично в офис. Но сейчас, после 13 лет работы, успешной в этой сфере, естественно, много клиентов приходит по рекомендации, и люди, которые посоветовали меня кому-то, кто живет в другом штате, они обращаются все равно ко мне. У меня и сейчас есть клиенты в Чикаго, и в Атлантии, и во Флориде, и Нью-Йорке, и они без проблем со мной договариваются, знают, на что они идут, им выгодно работать именно так. Некоторые люди, пока они ждут собеседования, могут поменять работу, поменять место жительства. Кто-то решает переехать в Калифорнию в какой-то момент. Я занимаюсь разными иммиграционными вопросами, но вопросы, связанные с беженством, сейчас горячий вопрос, потому что из-за политической обстановки в России и на Украине очень много людей приезжает и просит статус беженца. Сан-Франциско один из офисов по Америке, который считается имеющий наивысший процент положительных результатов. Поэтому многие люди предпочитают продавать на беженство именно здесь. Некоторые люди приезжают в другой штат, начинают со мной работать оттуда, подают дело оттуда, пока они ждут, они находят работу, жильё здесь и переезжают сюда, и мы переводим их дело сюда, потому что здесь считаются благоприятные условия для получения статуса беженца. Но если они живут в другом штате, они обычно не имеют проблем заплатить вот этот расход за то, чтобы я приехала, потому что они хотят работать именно со мной, потому что им порекомендовали, что я могу всё сделать. — Нет, ну рекомендация таких дел дорогого стоит. — Абсолютно. — Я вот что хотел спросить ещё. Давайте второй вопрос, раз я так начал с одного уже, а я, знаете, как это... Так вот эта вот история с тем, что... Я помню, пару лет назад люди подавали на Исанум, и у них через две недели уже было интервью с иммиграционным офицером. — Ну почти так. То есть самое раньше оно может быть где-то через месяц. — Ну быстро было. — Три недели дают предупреждение. То есть оно было где-то через месяц, самое раньше, а через две недели ответ. — Да. — Это правда. — Ну, то есть было быстро. Потом как? Понеслось вот эти задержки, затяжки, там разные спекуляции на тему, почему это произошло, что вот этих иммиграционных офицеров бросили там разгребать вот этих подростков, которые из Латинской Америки нелегально пересекали. Я не знаю, правда это, неправда, но... — Ну частично правда. — Ага. То есть они взяли на себя часть их усилий. Но всё-таки это влияет на очень важный вопрос, когда подавать. Вот всегда говорили, давай дождёмся, вот когда у тебя заканчивается виза, там, скажем, через шесть месяцев, за пару недель мы подадим, ну, там, за месяц мы подадим, и глянишь там, бах-бах, и когда тебя вызовут на интервью, ты уже будешь вне статуса, ты уже не рискуешь тем, что тебе откажут, а ты ещё в статусе, и ты уже не сможешь потом идти в суд, и там такой был разговор. Сейчас сплошь и рядом, со всех сторон, я слышу от людей, которые приезжают, а приезжают очень много сейчас, я вижу, и они говорят, нам адвокат сказал, что подавайте прямо сейчас, нам адвокат сказал, что подавайте прямо сейчас. Я подумал, что что-то изменилось в законах, там, или что-то, но это действительно сейчас массовая такая тенденция? Это адвокаты сейчас говорят вперёд, или что? — На самом деле в законе ничего не поменялось, поменялась практическая ситуация, потому что большинство людей ожидает больше, чем полгода вызов на собеседование, поэтому с практической точки зрения не имеет смысла ждать до окончания не визы, а как бы разрешения здесь находиться по этой визе, то есть обычно это гостевая, и обычно это 6 месяцев, иногда это не гостевая какая-нибудь J-виза или другая, которая имеет короткий срок действия. Я лично не подталкиваю людей просто слепо, не говорю им, вот обязаны сейчас быстро, давайте, подавайте, вы только приехали, давайте, подавайте. Обычно я им даю выбор и объясняю, почему можно подать сейчас или лучше, а почему можете подождать больше. Дело в том, что есть большой плюс от того, что люди ждут полгода или больше, потому что независимо от силы и убедительности их дела, если они ждут минимум полгода, они получат разрешение на работу для того, кто подал, и для всех остальных членов семьи, кто включены в эту анкету. Это очень важный момент. А потом, если люди решили, что они всё равно здесь остаются уже навсегда, им некуда спешить. То есть им на самом деле самое главное — получить разрешение на работу, номер social security, получить водительские права. Раз первый раз выдали на год, можно потом продлевать это бесконечно, и можно ждать и делать апелляцию, и это уже не напрягает так сильно, как если быстро вызвали, быстро отказали, и нет права на работу. И люди годами в этой апелляции, в суде, то есть гораздо лучше, чтобы это тянулось дольше. Поэтому, если мы говорим о подаче на разрешение на работу, чем раньше мы подадим документы на беженство, тем быстрее пойдёт отчёт этих 180 дней. Вот такой вопрос. Если человек, ну как бы как часть этого вопроса, я просто вас слушаю, у меня 20 вопросов по голове есть, потому что я общаюсь в тусовках всяких, в частности, вот там ему некуда спешить, а вот родственники, а так маму повидать, там ещё что-то, есть разные причины, люди хотят, но вопрос вот какой. Значит, если человек угодил, вот в тот небольшой, вот вы говорили, да, 5% людей попадают в быстрый такой процессинг, значит, вот хорошо, он приехал, там через месяц подал, попал в быстрый процессинг, ему отказали, что теперь делать? Окей, значит, смотрите, шанс, что вызовут быстро, то есть имеется в виду через месяц или два после подачи документов, пока ещё человек в статусе. Да. Шанс очень маленький, то есть мы, естественно, всегда обсуждаем и планируем по статистике, мы смотрим, какой шанс. Есть статистика официально. Да, есть, может быть, неофициально, но статистика в практике, которую я вижу, которые мои коллеги и миграционные адвокаты тоже видим. То есть мы смотрим по тому, что происходит, скажем, в ближайший последний год, и мы видим, что не более 5% людей, которые подали на статус беженца, вызывают, пока они в статусе. Но если такое происходит, потому что у всех эти 5% присутствуют, то есть кого-то вызвали, мы опять же обсуждаем эту ситуацию заранее. Есть разные ситуации у людей. Кто-то хочет, чтобы их вызвали побыстрее. Почему? Приехал один человек женатый, например, мужчина, жена и ребёнок остались там. Они не хотят, чтобы это тянулось долго. То есть если у них убедительный кейс, иногда мы идём на риск, и мы говорим, хорошо, вызвали быстро, замечательно, надеемся, что через 2 недели будет положительный результат, тогда побыстрее вы соедините семью. Есть возможность, если человек не готов или по каким-то причинам не может явиться на собеседование, которое уже назначено рано, можно попросить отсрочку этого собеседования, и оно может произойти позже, а позже может быть так, что это уже будет после окончания срока действия визы. Если человек, да, пошёл на это собеседование, которое произошло быстро, и вдруг получил отказ, он ещё находится в статусе, у него не происходит автоматической апелляции, автоматической передачи дела в иммиграционный суд, есть ситуации, где можно попросить по новой подать на статус беженца. Для этого просто нужны легальные основания, и нужно приложить много усилий, чтобы найти, по какой причине, по каким фактам человек просит по новой подать это заявление. То есть это просто вопрос дополнительных финансов, дополнительной работы. То есть это на исайлум. Да, то есть это просто не... Это не просто сделать. Это не в каждой ситуации автоматически можно взять и подать по новой, поэтому мы предпочитаем не делать это так, чтобы... Каждый раз нас заранее рассматривать и соображать по ходу дела. Да, то есть нужно смотреть, что конкретно подходит для конкретного человека, насколько им важно, чтобы их быстро вызвали, если им это не важно, а просто даже не нужно. Тогда в некоторых ситуациях можно сделать так, чтобы это собеседование не произошло так быстро. То есть можно просить отсрочку, если есть на это легальные основания. То есть я такими ситуациями тоже работаю и помогаю людям так, как им нужно в этой ситуации. Просто на самом деле я вижу в этом некоторое облегчение ситуации для тех, кто подает на политическое убежище, потому что у них раньше возникает разрешение на работу и как бы легче выживать в таких условиях. Другое дело, что оно бы и раньше... И раньше было хорошо раньше, чем позже, но раньше адвокаты советовали не связываться и не рисковать. Хотя я знаю адвокатов, которые несколько лет назад говорят, да неважно, откажут, мы там тебя сейчас перепишем, это ничего не значит, потом что-то сделаем. То есть я такие разговоры тоже слышал в больших количествах. Ну если честно, часто это просто пустые разговоры, а когда доходят до дела, то это все не так просто, и потом человеку надо искать нового адвоката и что-то исправлять. Исправлять сложнее намного, да? Исправлять сложнее, но как бы это меньше ответственности для нового адвоката, потому что кто-то уже напортил. Но я предпочитаю все правильно делать с самого начала, потому что на самом деле из опыта уже многолетнего видно, что если клиент приходит и платит, и доверяет мне как профессионалу, и слушает, прислушивается тому, что я говорю, то практически очень высокий процент получает с первого раза. Если нет, то максимум с первой апелляции. А часто бывает, что человек и деньги заплатил, а все равно не слушает? У меня такое в школе слушает. Часто, потому что людей с бывшего Советского Союза, очень много людей образованных, очень много людей, привыкших все делать самим, и им очень сложно понять, почему надо доверить адвокату, когда сами все знают, когда в интернете очень много информации, которая доступна всем, когда есть друзья, которые уже получили статус, есть масса других адвокатов, и людям иногда это просто менталитет, если честно. Им тяжело понять вообще, а в чем роль юриста, как бы я плачу, я и музыку заказываю, но на самом деле более разумно доверить тому, кто знает свое дело, и ты уже заплатил, лучше, когда человек мне доверяет, и тогда меньше проблем, и гораздо плавнее, и проще все получается. Все произойдет, все лучше будет. Поэтому я, конечно, предпочитаю, чтобы люди доверили мне как профессионалу, я делаю свою работу, а кто-то делает свою. Я это называю в наших условиях, потому что у нас студенты, и тоже мы, как-то тоже все взрослые, все творческие, все соображают, все с высшим образованием, понимаете, и так далее. И я это называю, что трудно быть ведомым. Я сам про себя знаю, что мне тоже трудно быть ведомым. Я вот начинаю слушать, и знаете, вот это, пошли еврейские бульки по мозгам, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, значит, и вот это, а если так, а если тут, а если здесь. Понимаете, я сам такой. Я понимаю, что ведь домом быть очень трудно, но вот есть ситуации, когда надо. Вот, допустим, когда, я извиняюсь, в саванне пожар, то и волки, и антилопы, и тигры все бегут к воде, и никто друг друга не живет. То есть, есть ситуации, когда нужно быть в некотором формате, хоть это и не твой привычный формат, но это экстрим, экстремальные обстоятельства. Это правда. И на самом деле я очень приветствую вопрос. Светлана, я, получается, еще вопросы задаю, но я просто к тому, что вы несколько раз говорили про статус беженца, а люди, которые там на иммиграционных этих тусовках, они все время друг друга поправляют, что вот есть статус беженца, а есть политическое убежище, вот так же, как рефьюджи там и исайлум. Вы проясните терминологию, если так можно. Хорошо, сейчас постараюсь как можно вкратце объяснить. Вы же юрист, как бы я слышал, думаю, смотри, кого ты. Я не как бы юрист, я настоящий юрист. Нет, я настоящий юрист. Но статус, я сейчас постараюсь как можно короче это объяснить. Значит, по-английски есть два термина, есть рефьюджи и есть асайли, то есть рефьюджи статус и асайлом. Рефьюджи это те, кто получили статус беженца или политическое убежище, это одно и то же. Получили это за пределами Америки до того, как они приехали в Америку. Это статус рефьюджи. А когда человек пересёк границу и уже находится на территории Америки и получает беженство, статус беженца, политическое убежище, это одно и то же. Это называется асайлом. Некоторые люди называют всё политическим убежищем или политикал асайлом. На самом деле это просто синоним одного и того же понятия. Рефьюджи, асайлом, политическое убежище, политика, статус беженца, беженство, это всё одно и то же, просто названо разными словами. Статус асайлом, он просто самый известный термин, самое известное название это политическое убежище. Но когда говоришь политическое убежище, то некоторые люди не понимают, что политическое убежище не обязательно должно быть на основе политических гонений. Поэтому это может быть, есть несколько категорий, по которым людям дают политическое убежище или статус беженца. Опять же, как я сказала, это всё синонимы одного и того же статуса. То есть не всякое политическое убежище, а политическое. Правильно. Поэтому я предпочитаю и другие некоторые мои коллеги тоже стараемся не говорить политическое убежище, а объяснить людям, что это просто убежище или статус беженца. Потому что иначе тогда люди путаются и думают, что это... Сужаются по понятию. А есть несколько категорий, по которым получают статус беженца. Просто это может быть по политике, то есть если человек находится в оппозиции, скажем, его преследовали. Это может быть по религии, по национальности, по сексуальному меньшинству. Или есть там разные категории, когда человек чем-то отличается, его за это преследовали. То есть общее название политического убежища как бы путает людей. И они не понимают, что это может включать в себя другие категории. Поэтому лучше это называть беженство или статус беженца, чтобы люди понимали, что можно получить этот статус не только по политическим гонениям. Я понял. То есть вы это говорите как бы целенаправленно для того, чтобы не сужать смысл того, что на самом деле шире, чем просто политическое. Абсолютно. Ну да, я просто как-то, я раньше это воспринимал как недостаток политической системы. Вот если, допустим, человека преследуют за религию, то оно как бы для меня все равно политическое, потому что общество, в этом обществе так можно, оно как бы политически так устроено. Правильно, потому что правительство поддерживает это. Дело в том, что если хотите, просто я вам вкратце скажу, просто есть определение конкретное, есть закон, который написан, по которому четко ясна статья, где написано, кому положен статус беженца, кому положено это политическое убежище. Скажите, пожалуйста. Есть несколько категорий, то есть самые известные, то есть там их несколько. Политика, религия, национальность, сексуальное меньшинство. И как бы социальные группы, которые могут определяться по-разному, например, иногда, если в семье насилие, скажем, это называется domestic violence, то есть, допустим, муж преследует жену, или дядя преследует племянника, то по этой категории в некоторых случаях тоже можно получить статус беженца. Поэтому есть вот такие категории, которые очень разные. Есть, например, кто-то донёс что-то на кого-то, и это как бы называется whistleblower. То по такой категории тоже можно сделать статус беженца. Правильно. Типа как шпионы такие своего рода. То есть люди могут получить этот статус по одной из этих категорий. Там не должна присутствовать политическая часть в этом, если человека преследуют из-за его религии. Но почему создалось такое впечатление, почему вы задали именно так вопрос, я поняла. Потому что первая вещь, на которую мы смотрим, это человек вписывается в одну из этих категорий или нет. Но это не конец нашего исследования. Очень важный момент, который должен присутствовать, это преследование должно исходить от правительства, или это должно быть группами людей, которых правительство не может или не хочет контролировать. Поэтому у вас создаётся впечатление, что это политически как бы обосновано. И вы в какой-то степени правы, но мы не идём по категории политики как таковой, хотя вся обстановка, естественно, получается подогрета политикой тоже. Потому что государство должно преследовать за религию, государство не должно давать гомосексуалистам равных прав, государство не защищает людей, которые иной национальности. Государство должно преследовать. Это должна быть милиция, это должны быть государственные органы, или это могут быть какие-то националистические группы, скажем, скинхеды, которые преследуют, допустим, в России людей, которые не русские, допустим, выходцы из Кавказа, да, этих скинхедов милиция имеет, они не могут их контролировать достаточно, чтобы людей оградить от каких-то проблем, поэтому это не преследование как таковое государство. Не то что были, а их много. Стеточка, я просто понял, у нас там вкусные фрукты стоят, мы сейчас должны разведать, но я вас слушал, вы не могли бы примерчик дать, потому что для меня очень необычно было, из всего, что вы сказали, неожиданным для меня был момент вот с мужем, который жену колотит. Какие-то обстоятельства, может быть, из практики, я не знаю, как человек, женщина, у нас там много женщин, но некоторых могут и поколотить тоже, чего же не поколотить, если настроение хорошее. Значит, в каком случае она может реально претендовать на политическое убежище, если муж ее колотил? Смотрите, есть много, на самом деле, все вот эти категории, которые я упомянула, они очень общие, и, естественно, есть случаи, где очевидно все понятно, что конкретное преследование. А большинство случаев не совсем так четко и ясно, особенно в ситуации, например, преследования членами семьи. Это может быть из-за каких-то обычаев семьи, семейных, это может быть из-за, допустим, даже смены религии. То есть, допустим, я вам приведу пример. Семья исламской мусульманской веры, даже с бывшего Советского Союза, скажем, в Узбекистане. И, допустим, дочь решила, что она хочет стать православной. Выходит замуж за русского парня? Или даже не успела еще выйти. А стала православной, сказала, не хочу поддерживать традиции семьи и всей общины, все, кто живут вокруг. Отец говорит, если ты будешь, если ты на самом деле примешь православие, убью. И все наши члены, если ты выйдешь замуж за этого, кто православный, мы тебя из семьи исключаем, поймаем на улице, или изнасилуем, или убьем. И она реально должна бояться за свою жизнь. И у этого отца достаточно есть связи, достаточно есть реальные возможности ее убить при желании. То есть, реальный страх должен быть за ее жизнь. И он мог ее где-то избить. Допустим, должны быть подтверждения того, что это реально может произойти. То есть, естественно, должны быть какие-то доказательства этого. Иногда люди получают статус беженца не имея ни одной справки. Это просто еще зависит от везения и от того, какой иммиграционный работник будет проводить собеседование. Но предпочтительно, конечно, иметь справки по любой из категорий. Но убедительность человека тоже, насколько он производит впечатление. Абсолютно. Но знаете, везение, как и во всех других аспектах, как бы в нашей жизни, очень важно. Но, естественно, важно, чтобы была убедительная история. Плюс, чтобы человек правдиво это все преподносил. И чтобы иммиграционный работник располагал к этому человеку, чтобы у него было в этот день хорошее настроение. И чтобы он поверил тому, кого он интервирует. А если девушка, например, в другой ситуации, скажем, девушка русская, а выходит замуж за, я не знаю, за татарина. Все это в Российской Федерации. При всем при том, что татары народ мирный совершенно, мы знаем такой мирный ислам душевный. Но вот она хочет, значит, или там его родители настаивают, и он тоже... Вот, допустим, такая ситуация. Это такой же экстрим, как если бы они жили в Узбекистане, и она была русская. То есть, как бы, разница между доверием к той религии или иной религии, вот... Смена религии в одну сторону и в другую не имеет значения. Но это не то, что, знаете, вот теперь все ситуации, где смешанный брак по разной религии, что они все автоматически смогут подать на статус беженца. Это должна быть конкретная ситуация, в которой настолько все плохо, и где можно доказать, что на самом деле она боится за свою жизнь или он, и не могут вернуться и нигде жить ни в одном городе в стране своей, где у них гражданство. То есть, это должно подняться на уровень преследования, потому что есть свои правила. Если просто уголовные какие-то действия, если просто оскорбления, унижения, неприятные какие-то условия, этого может не быть достаточно, даже если поверить, что человек говорит правду на собеседование, это должно вырасти на уровень преследования. То есть, если он просто жену колотит и говорит, вот тебе Новороссия, вот тебе Новороссия, то это как бы чисто домашнее дело. Это не пройдет. Понятно. Ну, в этом обычно и роль адвоката, потому что адвокат может задать правильные вопросы и объяснить, и найти ситуации, где у человека реально такая ситуация, что это выросло на уровень преследования. Хорошо, Светочка, я вас отпущу, потому что я уже чувствую себя таким злоупотребляющим. Вот. Ну, спасибо большое, потому что я на самом деле большое удовольствие получил от этой беседы. Я думаю, что ребята, которые нас смотрят, тоже. И я очень надеюсь, что пока они нас смотрели, у них в голове рой вопросов возник. Вот этот рой мы хотим в виде комментариев. Ну и, соответственно, конечно, ребята, которые смотрят наши видео, знают, что посмотрел видео, надо поставить лайк, если понравилось. А если не понравилось, я хочу выразить сожалению, что мы столько времени потратили. И даже лайк не поставили. В общем, такая история. Значит, Свет, мы тогда созвонимся, ладно? Хорошо. И в ближайшее время, как вопросы подойдут, систематизируем и сделаем, да? Да, с удовольствием. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok